В подшефной нашему городу воинской части отметили 75-летие Пражской краснознаменной ордена Суворова 2-й степени реактивной артиллерийской бригады. В торжественных мероприятиях участвовала делегация Муравленко, возглавлял которую глава города Александр Поторога. Воинская часть располагается в городе Щёчье Курганской области. В настоящее время там проходит срочную службу пятеро муравленковцев. Глава города встретился с ребятами, ознакомился с условиями прохождения их службы, поинтересовался мнением командования части. Сразу скажу, что было очень-очень приятно слушать добрые, хорошие слова, характеристики, которые были сказаны командованием о наших ребятах. Делегация Муравленко приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня образования 232-й Пражской краснознаменной ордена Суворова 2-й степени реактивной артиллерийской бригады. Глава города Муравленко Александр Поторога поздравил военнослужащих части с юбилеем. Подарком от муниципалитета стала помощь в издании книги документального исторического сборника к 75-летию артиллерийской бригады «Убойный калибр». Издание содержит уникальные архивные документы и фотографии. По стечению обстоятельств нам стало известно о том, что в 232-й Пражской краснознаменной ордена Суворова 2-й степени реактивной артиллерийской бригаде служил герой семьи Александра Потороги, его дед, старший лейтенант Владимир Ткаченко. С этой частью он прошел от Севска до Берлина. И все воспоминания, которые мне потом передавали, и те награды, которые я держал в руках, будучи еще в маленьком возрасте, они были оттуда. Это то прошлое, то святое для меня прошлое, с которым я живу. На примере, кого формировался и мой характер, и, конечно же, мое отношение к тем трагическим и легендарным событиям Великой Отечественной войны. Партнерские отношения с воинской частью продолжаются уже 21 мая. 35 муравленковских юношей отправятся в расположение части на военно-полевые сборы. Командование части заверяет, что молодых ямальцев всегда отличает особый северный характер.